Палестинские спасатели обнаружили массовые захоронения на территории медицинского комплекса в Хан-Юнисе в секторе Газа. По их оценкам, там были погребены тела по меньшей мере 180 палестинцев, женщин, детей и молодых мужчин. Работы по поиску погибших продолжаются. Арабские СМИ утверждают, что захоронение было сделано израильскими военными. Они покинули Хан-Юнис две недели назад, после нескольких месяцев ожесточенных боев с Хамас, в результате которых большая часть города превратилась в руины. Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Ньютаньяху пообещал нанести дополнительные и болезненные удары по Хамас, чтобы усилить давление на группировку с целью возвращения оставшихся израильских заложников, которые все еще удерживаются в Газе. По его словам, боевики по-прежнему отвергают все предложения об их освобождении. Воскресенье представитель израильской армии заявил, что силы цехал были развернуты вдоль всей границы страны в преддверии еврейского праздника Песох, который начинается в понедельник вечером. В самом Израиле продолжаются антиправительственные демонстрации. Их участники призывают власти к немедленному заключению соглашения об освобождении оставшихся заложников. Израиль утверждает, что Хамас по-прежнему удерживает в Газе более ста человек. Они были захвачены боевиками в ходе нападения 7 октября. Протестующие считают, что правительство делает недостаточно, чтобы добиться их освобождения. Глава израильской военной разведки генерал-майор Аарун Халиева подал в отставку в связи с провалом работы его ведомства во всем, что касается атаки Хамас 7 октября. Министр обороны страны Йоав Галант уже одобрил это решение. Халиева завершит свою работу после того, как будет назначен приемник. Он объявил, что берет на себя часть ответственности за внезапную атаку террористов через полторы недели после начала войны. Тогда он сказал, мы не справились с возложенной на нас главной задачей, и я как глава военной разведки несу полную ответственность за этот провал. Аарун Халиева стал первым высокопоставленным израильским деятелем, ушедшим в отставку из-за нападения Хамас, в результате которого погибли около 1200 человек. Около 250 человек были взяты в плен. После этого началась война Израиля против Хамас в Гаде. Отставка Халиевы может послужить поводом для того, чтобы и другие высшие чины Израильской службы безопасности признали свою вину за то, что не смогли предотвратить нападение. Верховный лидер Ирана, Уиталу Али Хаминеи, выразил благодарность вооруженным силам страны за нанесение ударов по Израилю 13 апреля. Тогда израильские СМИ заявили, что 99% иранских дронов и ракет были сбиты и нанесенный ущерб был минимальным. На встречу с военачальниками Хаминеи сказал, что в ходе операции армия Ирана продемонстрировала свои возможности и мощь, показав нацию в выгодном свете. С начала войны в Газе Израиль время от времени наносит удары по иранским проксосилам в регионе. В частности, по объектам группировки Хизбаллах в Южном Ливане, а также по целям в Сирии. В ночь на 20 апреля взрывы прогремели на военной базе в Ираке. В нанесении удара обвиняют Израиль и США, но они свою причёсность отрицают. В Германии арестованы три человека по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило Министерство внутренних дел ФРГ. Все трое немецкие граждане. По версии прокуратуры, они занимались сборами, передачей Пекину информацией о технологиях, которые могут быть использованы в военных целях. В Германии. Шаден bereits eingetreten ist. Я gesagt, wir warnen und wir sensibilisieren sehr deutlich, was diese Gefahren angeht. Das tut insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz auch in sehr vielen Veranstaltungen, in sehr vielen Gesprächen, auch mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft, weil genau diese Risiken des Know-how- Abflusses der Ausforschung und Spionage in den Bereichen bestehen. Da besteht ein besonderes Interesse an Innovationen aus Deutschland und in dem Bereich, wo es dann auch noch militärische Innovationen, Rüstungsgüter, Dual-Use möglicherweise betrifft, wie in diesem Fall, es ist eben noch mal besonders sensibel. Neskолько дней назад были задержаны двое немцев российского происхождения. Они, как полагает прокуратура, занимались подготовкой диверсий по заданию спецслужб России, в том числе на американских объектах, чтобы воспрепятствовать оказанию военной помощи Украине. Референдум в Косове по смещению албанских мэров муниципалитетов сербским большинством провалился. В воскресенье сербы фактически бойкотировали плебисцит. Проголосовали лишь 253 из более чем 46,5 тысяч зарегистрированных избирателей. Для признания референдума состоявшимся необходимо 50% плюс один голос. В одном из четырех муниципалитетов в Звичане голоса вообще не были поданы. Сербские активисты призывали бойкотировать референдум. Им не понравилось введение камер видеонаблюдения и то, что, по их словам, власти использовали устаревшие списки. В хорватском Ясеновце прошла памятная церемония в 79-ю годовщину побега, фактически положившего конец существованию одного из самых страшных лагерей смерти Второй мировой войны. Он был создан нацистским режимом усташей Хорватии и верных союзников фашистской Германии. За годы войны здесь были убиты по разным оценкам от 83 до 700 тысяч человек, большинстве сербов, но также цыган, евреев и местных антифашистов. 22 апреля 45-го года около 600 узников начали прорыв. Чуть более ста вышли на свободу. Остальные заключенные были убиты или сгорели в пожаре. Еще пару недель назад казалось, что в Польшу пришло лето. Столбик термометра поднимался до отметки в 26 градусов по Цельсию и даже выше. Однако в минувшие выходные на большую часть территории страны вернулась зимняя погода. В ряде районов по ночам температура опускалась ниже нуля. Метеослужба предупредила о заморозках, которые наступили в результате проникновения арктического воздуха в Центральную Европу. Впрочем, жители Польши не удивлены капризами погоды. Апрель в этом плане считается нестабильным месяцем. Власти жителей Тюменской и Курганской областей продолжили укреплять дамбы и берега река после того, как были выпущены новые предупреждения о наводнениях. Эти регионы России и части соседнего Казахстана переживают сильнейшее наводнение за всю историю. Оно было вызвано таянием снега и проливными дождями. Губернатор Курганской области накануне сообщил, что уровень воды в реке Табол идет на спад, но, по его словам, это не повод расслабляться. В Ишиме Тюменской области пик паводка пришелся на воскресенье. Под данным местных СМИ из Тюмени и Кургана были эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч человек. Ждать ли от выборов в Европарламент – перемен. Многие венгры отвечают на этот вопрос со скептицизмом, либо сетуют на то, что мало знают о грядущем голосовании. И правда, агитационная кампания едва стартовала, но, как считают аналитики, огромную роль в ней играют гос. СМИ. Ведь за счет них избиратели по большей части формируют свое представление о ЕС. Некоторые убеждены, что только молодежи интересуются политикой Евросоюза. Этот диалог свидетельствует об обратном. Но нашлись и те, кто считает очень важным прийти на участок для голосования 9 июня. Примерно половина населения Евросоюза, как и любого другого региона, испытывает ежемесячное маточное кровотечение или будет делать это в какой-то момент своей жизни. Но не все из них могут позволить себе средства гигиены, необходимые в критические дни. Каждая пятнадцатая бельгийка не может купить тампоны или прокладки по своему выбору. Это называется менструальная бедность. В моменте, мы должны выбрать продукцию первой необходимости и покупать продукцию менструэль. В моменте, мы должны выбрать, например, или покупать продукцию менструэль. Когда мы достигнем этого констата, мы действительно находимся в проекте менструэль. Мы также добавляем две вариантов, которые еще разрушают ситуацию, которые будут вредить информацию менструэль, С 2022 года Евросоюз разрешает странным членам продавать средства женской гигиены без налога на добавленную стоимость. На данный момент Ирландия единственная, кто это делает. Большинство из этих государств снизили НДС до 50%, но другие поддерживают его на высоком уровне. В Венгрии 27%, в Швеции и Дании 25%. Один из вариантов снижения стоимости изделий для менструального цикла – это использование многоразовых. В Каталонии недавно начали раздавать бесплатно силиконовые чаши, прокладки и нижнее белье. Менструэль still has lots of taboos, stigma and silences in society. This is why this is a universal action. We need to change the way society has been dealing with menstruation as a private issue, as something that it's not spoken about, because these myths, these stigmas have also implications on women's health and well-being. По данным Барселоны, 23% каталонских женщин повторно используют одноразовое средство гигиены, а 44% не могут себе позволить такие товары по первому выбору.